Рабочая неделя Андрея Лукьянченко начинается с проверки электронной почты. Вот уже третий месяц краевой Минздрав напоминает главврачу Соликамской больницы. Скольким пациентам в неделю на участках его клиники умирать, а скольким жить. Ну и желает всего хорошего. Напоминаем, что на одном терапевтическом участке не должно быть превышения рекомендованных Минздравом Российской Федерации показателей. А именно, не более одного умершего и не более 11 вызовов скорой медицинской помощи в неделю. Такую директиву, говорит Андрей, в мае спустили всем руководителям крупных клиник региона. Уверен, это связано с сокращением финансирования. Расходы на скорую в этом году опять урезали. Он точно знает, подрабатывает еще и вместо неотложки. Минздрав решил такими письмами стимулировать участковых врачей плотнее работать с пациентами, чтобы те не вызывали скорую, говорят неотложки. Лучше, если терапевт будет нормально работать на участке с хроническими пациентами, и тогда, наверное, количество вызовов скорой помощи должно снизиться. Но я бы подумала, что, наверное, сначала надо было первичное звено довести до определенного уровня, чтобы не в состоянии было это делать. Людмила Лукьянченко, глава Соликамской скорой, жена Андрея. Вместе они работают уже 20 лет. Следовать директиве не спешит и подчиненным не советует. Терапевтов в больнице ее мужа не хватает. Не отправить машину на вызов, который будет свыше чиновничьей меры жизни, она не может. Хотя врачи говорят, смерти сверх госплана, караются штрафами. В терапии у меня никто не должен умирать, потому что у нас уплата низкая. И потом правительство нам дало маршрутизацию больных. Единственное, у меня может возникнуть конфликт, когда мне привезут тяжелого больного, а я работаю без реанимации, как участковая больница. Вот это у меня проблема только возникает, что мне больной никто не умер нигде. Он ни на каком этапе. Вот это моя забота. Финансирование больницы за последние два года официально снизили на 42%. Так что редкие лекарства для больных врачам порой приходится покупать на свои. Иногда приходится самим покупать больным. Иногда получается так, лечить надо. Больница была большая, сейчас она... Когда я приехал, 500 коек было здесь. А сейчас осталось 30. Андрей Лукьянченко об этом писал и говорил, и пытался жаловаться на директиву о нормах смерти. Но Минздраве говорит, ему в приеме отказали. Нам, впрочем, тоже. Письменно сообщили, что в рассылке 2,5 месяца допускали техническую ошибку. И работник, который это делал, уже наказан. А директива носила просто рекомендательный характер. Когда на терапевтическом участке идет превышение показателей, в обязательном порядке проводится детальный анализ. Такая аналитическая работа необходима для того, чтобы повысить качество оказания медицинской помощи. Тем самым продлить жизнь нашим пациентам. После всей этой истории Андрея Лукьянченко пригрозили проверками в больнице. А его жене прислали дисциплинарное наказание и лишили премии. Еще министр здравоохранения опубликовала пост, где обвинила супругов в том, что они ведут семейный бизнес на больницах Соликамска. Лукьянченко говорит, ему больше ничего не остается, как уволиться. Заявление он уже написал. Екатерина Пономарева для настоящего времени.